Так, плюсики пошли, значит, меня видно и слышно. Здорово! Итак, сегодня у нас 21 сентября, 20.00. Меня зовут Адьяна Касаткина. Я сегодня хочу с вами поговорить о YouTube-канале и вообще о видео, и о том, как ваше видео оптимизировать, чтобы оно выходило в топ YouTube хотя бы, в первые несколько строчек YouTube и в топ Google. То есть это, знаете, такие самые обширные поисковые системы, по которым люди так вот шарятся, лазят, ищут какую-то информацию для себя полезную. И нам нужно сделать так, чтобы как раз наша полезная информация выходила к ним в первую очередь, а потом уже все остальные. Так, давайте я по слайдам немножко пробегусь по настройкам вообще канала, да? Кто, может быть, еще не знает, может быть, кто знает, тому напомню. А потом буду показывать прямо на примере, который я сделала вчера, видео закачала, прямо на этом примере буду показывать, что надо делать, чтобы видео все-таки выходило в топ. Ну, запись я делаю, поэтому, если кто-то, может быть, не успеет, можете сразу свой канал открывать и что-то там делать, настраивать. Можете это сделать потом, когда будет запись. В общем, как хотите. В конце можете задать вопросы, которые вы, может быть, недопоняли. Пока записывайте куда-нибудь на листочек, чтобы не отвлекались мы. Так, давайте поехали с самого начала. Ну, как YouTube-канал выглядит, вы все представляете, да? Я думаю, что у каждого из вас, ну, может быть, не у всех, но практически у всех, наверное, есть. У кого нет, все равно вы его рано или поздно заведете, потому что видеоконтент сейчас очень ценится, он очень в цене, и за ним, в принципе, все, ну, я бы не сказала, что гоняются, но все его смотрят. Несмотря на то, что там есть, конечно, и аудио можно делать, и посты можно писать, и сайты можно развивать, все равно видео люди смотрят чаще. И уже у многих инфобизнесменов, у многих лидеров нашей компании, у многих лидеров другой компании, я слышала от них такую фразу, что к ним очень много людей приходят именно с YouTube. Не через соцсети, не через доски объявлений, а именно с YouTube. Поэтому YouTube-канал нужно развивать. И еще, чтобы видео вообще как-то котировалось, да, у нас на YouTube, именно наш канал, именно с нашими видео, надо их как можно чаще снимать. Но я понимаю, что каждый день снимать видео – это нереально. Ну, разве что, если вы участвуете в каком-нибудь видеомарафоне, тогда да, в течение месяца вы можете еще выдержать, каждый день снимать какое-то полезное видео. Но так вот в обычной жизни, так, конечно, наверное, не каждый сможет. И поэтому я рекомендую хотя бы одно видео в неделю выкладывать. Лучший, конечно, вариант – это когда одно видео в 2-3 дня. Тогда уже YouTube смотрит, что вы активны, смотрит, что люди какие-то заходят к вам и видят, что вас нужно продвигать. То есть ваши видео будут как раз в верхней строчке поисковика выходить. Я потом вам покажу на примере своего YouTube-канала, где... Так, кто-то мне знает. Куда выходит сейчас мой канал. Именно как Яна Касаткина. Давайте начнем. Вот это так выглядит первая страничка главная нашего канала. Давайте так по настроечкам быстро пробегу. Вот видите, это главная страничка канала. Нажимаете справа вверху немножко такую шестереночку и настраиваете канал. Тут вот, допустим, у меня конфиденциальность не показывать информацию о том, что там написано уже, о том, что мне понравилось, не показывать информацию о моих подписках, не показывать информацию о моих плейнистах. Еще вот о моих подписчиках не показывать информацию. Это, наверное, для новичков такое наиболее актуально, потому что когда у нас еще не тысячи, не две тысячи, не десять тысяч подписчиков, а пять, десять, пятнадцать, может быть, двадцать, Поэтому, ну как-то, не знаю, стрёмно что ли, да? Вроде бы YouTube канал развиваешь, а подписчиков у тебя ещё практически нет. Поэтому можно пока закрыть. Потом наберёте достаточное количество подписчиков, вы здесь всё откроете. То есть, вот посмотрите, что вам глянется, да, то и настроите. Ну, может быть, вы хотите своих подписчиков показывать, ради бога. То есть, вот такие настроечки. Так, где у нас лайдер ставится? Так, дальше. Когда человек вам заходит на канал, его должно приветствовать какое-то ваше видео, то, которое вы хотите показать. Именно, чтобы все взошли, и сразу оно как бы в глаза бросалось, и сразу оно начинало говорить, сразу начинало показывать. Это у меня слайдный немножко, ну не совсем свежий. Я проводила вебинар, и он у меня стоял вот здесь заставкой как раз на моей странице. То есть, как мы делаем, чтобы ваши видео, ну вот в нашем случае можно, допустим, развитие, открытие системы Парус, да, можно. Может быть, какой-то суть бизнеса, какое-нибудь коротенькое видео. Сюда длинное видео не рекомендую ставить, потому что люди их, ну, скорее всего, не смотрят. Если вы с первой фразой человека не зацепили, то он какой-нибудь ваш вебинар смотреть, конечно, не будет. То есть, такие вот полтора-две минуты ролики сюда можно поставить, чтобы люди их видели в первую очередь. Тоже вот заходите, тут для подписчиков такая есть вкладочка, нажимаете на карандашик, и вставляете вот рекомендуемый контент, такая кнопочка синенькая, и добавляете туда видео, которое вам бы хотелось, чтобы оно встречало ваших посетителей. Так, все забываю, что на стрелочку надо нажимать, слайд или встать. Так, дальше. Обращали ли вы внимание на внешний вид канала? Даже иногда заходишь, так, людям, вроде бы они полезную информацию дают, у них хорошие вебинары, хорошая информация, да, вообще полезности очень много, но страница не оформлена, то есть их видео, они как попало, то есть в хаотичном порядке практически все выложены на первую страницу, и нету такого, ну, беспорядка такой получается на странице. Я рекомендую сделать ваши, как не выговариваю слово, плейлисты в горизонтальном порядке. Можно их сделать вертикально, но мне кажется, что горизонтально они как-то смотрятся лучше. Это тоже на главной страничке, там есть такая настройка, добавить раздел, то есть если у вас плейлисты вот так не выстроены, здесь вот такая кнопочка «Добавить раздел», красненький у меня вверху отмечено, то есть вы добавляете, открывается следующая страничка и добавляете контент и плейлист, который в первую очередь здесь должен быть, и так далее. Потом добавляете следующий плейлист, следующий, следующий, и между собой их можно регулировать, то есть там есть стрелочка, потом покажу, а их можно поднять вверх, поднять вниз, то есть именно по актуальности. Какое тоже люди должны в первую очередь смотреть, которую во вторую, которую в третью, которые это может быть плейлисты, можно вообще убрать, чтобы люди к ним в принципе не заглядывали. Ну это же по этим же плейлистам, вот сюда нажимаете на карандашик, заходите, настраиваете. Так, еще есть вот такая шестереночка, она находится в правом верхнем углу, там где ваша такая маленькая кругленькая аватарка. Когда вы на нее наводите курсор, здесь вот открывается такая творческая студия и шестереночка. Когда вы нажимаете на эту шестереночку, появляются настройки аккаунта. Ну я тоже по ним быстренько пробегусь. Так, здесь общая информация, значит, моя. Нажмите статусы функции, есть такая вкладочка. Что она дает? Она показывает, какой рейтинг у вашего канала. То есть, если вот такие тут человечки, да, смайлики, улыбающиеся зелененькие, то есть смайлики красненькие, а полоска вот эта зелененькая, то значит все нормально. Соблюдайте принципы сообщества и соблюдайте авторские права. Это я к чему говорю. У меня был до этого другой канал Татьяна Косаткина и по непонятным мне причинам меня, в общем, там наказали. Соблюдение авторских прав у меня где-то было, наверное. Ну не знаю, вообще, короче, по минимуму. Ну как будто я куда-то что-то кого-то призывала, какие-то запрещенные ссылки как будто бы давала, хотя у меня было снято видео с приглашением, по-моему, на вебинар по соцсетям. Я даже сейчас не могу сказать. То есть, какой-то вроде бы такой незначительный какой-то случай, но меня все-таки, вот этот рейтинг мне не повысили. И в конце концов я добивалась, добивалась, и мне пришлось ту страницу свою забросить и открыть новую. Поэтому сейчас уже как-то иногда, конечно, побаиваюсь что-то рекламировать. То есть, со ссылками посторонними на посторонние сайты вот YouTube как-то так иногда поступает, что возьмет и блокирует, что как будто авторское право нарушено или ссылка ведет на какой-то неизвестный сайт. Вот такое было у меня. Так, дальше. Настройки конфиденциальности тоже вот сделайте так же, как у меня отметка «Нравится» и подписки. Не показывать информацию, не показывать информацию, не показывать информацию. То есть, вот это вот то, что я о подписках говорила вначале, вот здесь можно здесь отметить. Так, дальше. Дальше еще связаны аккаунты. Мне вообще так прикольный такой есть у нас соцсеть, такая Twitter. Для чего она существует, я до сих пор понять не могу, честно говоря, хотя я там честно зарегистрирована уже года три. Но она зато связана со всеми соцсетями. То есть, где бы вы что ни публиковали, вы всегда, в Twitter эта информация уходит. То есть, если он у вас есть, то свяжите аккаунты, и пусть это туда информация идет. Не знаю, зачем, может быть, куда-нибудь пригодится. Может быть, у нас с Twitter пойдут люди. Не знаю только кто. Так, здесь тоже галочки поставите. Так, еще вот тоже, наверное, в принципе, все знают, что есть такая вкладочка о канале на главной нашей странице. Надо здесь обязательно написать, что мы вообще из себя представляем и что мы хотим людям донести. Тоже нажимаем на карандашик и прописываем то, чем мы занимаемся. Так, и пониже еще вот обращали, наверное, внимание, что на обложке каналов там есть такие значки, то есть ссылки на ВКонтакте, на Фейсбук, на сайт. То есть, какие-то ссылки нужные, полезные, которым для человека важны, они как раз на обложке. Вот они настраиваются как раз вот здесь, на этой странице, немножко пониже сейчас. Вот видите, внизу тут ссылки. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, еще моя ссылка. Так, как они делаются. Здесь тоже есть такой карандашик. В общем, везде на свободных полях практически есть вот эти карандашики, только они, может быть, сначала не видны. То есть, когда подносишь курсор к этому месту, карандашик обозначается. Так, может быть, вы его и не увидите. Они такие вот завуалированные. Так, ну и вот тут делается все просто. Добавляете название вашего сайта, ссылку на сайт и нажимаете «Добавить», а потом нажимаете «Готово», когда все сайты, все ссылочки добавите. На этом у меня слайды закончились. Это именно то, что по настройкам. И сейчас я вам буду показывать экран, и будем мы делать с вами, оптимизировать видео, которое я вчера загрузила. По загрузке видео я вам, наверное, ничего нового не скажу. Так, сейчас как это... То есть, как загружать, я думаю, что вы знаете, поэтому я даже про это заморачиваться не буду. Так, сейчас подайте там. Только бы все сработало. Так, я не вижу мой экран. Видно или не видно? Так, скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Видно, да? Хорошо. В общем, если будет не видно, тогда звоните мне по телефону, потому что я сейчас буду сидеть на экране. И давайте я видео выключу, чтобы... Сейчас поедем с самого начала. Так, вот сейчас мой канал, он выглядит так. Вот какие-то, видимо, изменения произошли. Повторяйте, я сразу запускаю запуск бизнес-системы Парус. Так, выключил. Мне такой вид страницы как-то непривычен, поэтому я делаю изменить вид страницы и возвращаюсь к тому, как раньше выглядел канал. Не могу я к этому привыкнуть. Вот так раньше выглядел. Вот посмотрите. Смотрите, здесь, значит, ссылочки на Facebook, на ВКонтакте. Это, по-моему, еще Instagram. И здесь еще Lucky Group не поменяла ссылочку, надо сделать Парус. Так, и вот таким образом плейлисты у меня расположены. То есть, популярные видео сначала идут, потом соцсети для бизнеса, потом система Парус. Тут, кстати, закрытая информация есть, она видна только мне. А потом по системе Парус, значит, все видео. Тут Lucky Marathon был, потом вебинары, мастер-класс. То есть, вот как вы хотите, в таком порядке это все и делайте. И вот здесь такие, смотрите, вот, они появляются, карандашики, стрелочки. Когда курсор я убираю, то они исчезают. То есть, можно эти плейлисты между собой вот так вот менять, нажимая на стрелочки. Вот так вот. Так, ну что касается, давайте посмотрим. Чтобы оптимизировать видео, надо зайти в творческую студию. Вот она заходится вот таким образом. Под аватаркой есть творческая студия. Ага, я не могу сейчас разговаривать. Менеджер видео. Ну, менеджер видео можно по-другому зайти. Ну, пусть вот я покажу вам такой способ. То есть, мы заходим в менеджер видео. Там все наши видео, которые мы загружали. Вот видите, они вот так вот идут. Так, я вчера загрузила видео, называется «Как пользоваться Телеграф». Это новое, ну, как это ее обозвать-то даже? Это новое детище Павла Дурова. То есть, вот видео я об этом сняла. Потом посмотрите. Так, что мы здесь делаем? Мы заходим «Изменить». То есть, мы сначала закачали видео. Вот оно у нас таким образом выглядит. Обязательно рекомендую сделать свою фотографию. Вот здесь такой значок стоит, что ваша фотография, она называется, по-моему, «Превью». Такая картинка. То есть, YouTube тоже на это смотрит. Либо вы просто так видео загрузили, и какая-то картинка, вот, допустим, ну, вот эти значки, они сами по себе ставятся. Либо вы загрузили свой значок. Вот видите, скачать значок, изменить изображение можете свое поставить. Так, что дальше делаем? Во-первых, надо то, что у меня здесь доступ ограниченный, я сделала. Так, сделаем открытый доступ. Так, добавила в плейлист, раз это технические навыки у меня. Так, технические моменты добавила. Так, наоборот, убавила, да? Так, вот и сейчас самое главное нам заполнить вот эту часть. Что мы будем делать? Так, еще, прежде чем загружать видео, если оно у вас сделано, ну, на компьютере, да, вы сняли, обязательно уже обзывите его на компьютере так, как оно будет у вас обзываться на YouTube-канале. То есть, все уже изменения в процессе, вот, допустим, настройки, это уже YouTube как-то воспринимает не совсем позитивно. То есть, как будто это уже, как будто вы скачали не свое видео, а потом меняете его название прямо здесь. То есть, лучше название здесь не менять. Вот я его назвала, как у себя на рабочем столе, вот оно у меня так сюда и встало. Так, что мы делаем дальше? Будем описывать видео. Так, вот это вот название, оно должно в описании встречаться три раза. Минимум три раза. То есть, вот оно один раз у нас здесь название, потом оставляем его в описании, и потом мы вставляем это же самое название в теге. Вот, по сути дела, мы три раза уже использовали. Здесь тоже надо, я обычно пишу, ну, я уже призываю, да, к себе. Бизнес, копирую где-нибудь в другом месте, потому что у меня отработана практика системы подвижения, тэн-тэн-тэн. Походу через интернет, я вот это все копирую. Ссылочки на соцсети, ссылочки на YouTube канал, ссылку на Telegram. То есть, вот здесь можно как можно больше информации поставить о себе. Может быть, конечно, это все не будут читать, но, может быть, найдется тот человек, которого заинтересует ваш, допустим, Instagram, или ваш Facebook, или ваш Telegram. То есть, все равно люди тусуются где-то в определенной соцсети, и они могут зайти именно туда, куда хотят. Еще, вот я здесь написала, мой канал YouTube вроде бы для чего нужна эта ссылка? Мы и так на канале YouTube. Зачем мне второй раз? Но YouTube, ну, как я, в общем, даже не то, что YouTube, а все, наверное, любят, когда его хвалят и его рекламируют. Вот, и он себя точно так же ведет. То есть, мы даем здесь вот в описании ссылочки на YouTube канал, можем дать какую-нибудь ссылочку на какое-нибудь видео с его, ну, с канала, да, со своего. То есть, это все тоже приемлемо, это все продвигает нас, ставит на строчку в поисковой строке. Ой, начинаю к вечеру заговариваться. Ставит вверх наше видео в поиске. Так и дальше. Вот сейчас пойдем к тегам. Вот это как раз самое главное, то, что нас продвигает вот в этих поисковой строке. А каким образом мы здесь подбираем теги? Как раз по ним и нас будут искать в YouTube. Вот эти вот три словосочетания нужно как-то всякое по-разному здесь написать, чтобы они прошли вообще у нас систему поиска. Так, как пользоваться Телеграм? Можем написать по-русски. Телеграм. Так, просто пишем пользоваться Телеграм. Просто пишем Телеграм. Можно еще Телеграм. А, Телеграм, Телеграф. Ведь вот я еще неправильно еще и пишу. Телеграф. Телеграф. Телеграфом. Напишем по-русски. Тут, в принципе, особые роли не играют, как мы склоняем слово. Так, просто напишем пользоваться Телеграфом. Телеграф. И вот такое. Ну, можно было еще написать здесь автора этого видео. Я иногда пишу, что сняла, ну, такое видео называется. И, допустим, Татьяна Касатки. Ну, так уж. Тоже напишу. Хм, пусть так будет. Так, по сути дела, ну, в этом случае, я думаю, что все. То есть, вот, понимаете, как название вы видео назвали, то вот эти как раз словосочетания мы в тегах и обыгрываем. То есть, это, по сути дела, наши поисковые слова, ключевые слова, по которым люди будут искать наше видео. Но они будут искать не наше видео, они будут искать информацию, но они должны попасть на наше видео. Так, в общем, мы это сделали. Делаем опубликовать. Так, сохранилось. На всякий случай второй раз. Так, вот сейчас уже, по-моему, все. Кнопочка белая. И как смотрим, допустим, в каком месте сейчас наше видео находится. Заходим тоже на YouTube канал. Давайте куда-нибудь на главную страницу выйдем. И проверим. Так, поиск вводим. Нажимаем Enter, что он нам найдет. А вот, смотрите. Не нашел. Нашел видео. Какие-то, какие-то, какие-то не наши. Так, и где же мое видео? Оно вообще не попало даже. Вообще не попало. Значит, что-то сделали неправильно. Значит, надо вот с этими ключевыми словами еще поиграть. Посмотрите. Даже вообще нет. Даже как будто нас вообще не было. Так, значит, убираем вот это все хозяйство. Убираем. И будем, значит, менять что-то в названии. Так, как пользоваться Telegram? Конечно, это не рекомендуется, да, менять видео. Но если оно у нас вообще не выходит никак в поисковую систему. Так, а почему у меня название здесь вообще не стало? Вот здесь название не стало. Давайте напишем по-русски. Можно даже посмотреть, как вот здесь называется. Вы используете Telegram. Мне тоже, в принципе, да. Telegram, Telegram, Telegram. Давайте так напишем. Смотрим, что нам это даст. Так, три раза, значит, ставим сюда. И то же самое напишем. Пользоваться Telegram. Так, как он у нас по-английски звучит? Telegram. Надо где-то скопировать слово. Скопируем. А, вот же оно у меня внизу, вверху есть. Попробуем, так, что получилось. Здесь вот такое словосочетание маленькое, поэтому тут со словами очень сильно не поиграешь. Так, сохранилось. Смотрим дальше. Так, вот и в этот раз тоже не вышло. Видимо, а вот, смотрите, вот оно уже вышло. Но, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестым оно, шестым, шестым видео вышло. Ну, как-то это не очень. Хотя бы оно в первые три строчки выходило. Давайте еще посмотрим, что можно сделать. Как пользоваться. Давайте посмотрим, телеграфом может быть. Это все опять убираем. Так, вот это тоже сюда вставляем обязательно в первую строчку. А еще вот так вот напишем, как пользоваться. Так, пользоваться телеграфом. Телеграф. Ага, я убрала, да. Как это телеграф, ты пишешь? Так, а последнее окончание как было? Телеграф, телеграф, не помню. Нет, не так. Вот так, по-моему. Короче, я уже не помню, как. Ладно, пусть будет так. Посмотрим, что получится сейчас. Так, и где же оно? Нет, оно все равно осталось. Раз, два, три, четыре, пять. На пятом месте. Ну, я думаю, что принцип действия понятен. Как это нужно делать? Нужно играть вот с этими ключевыми словами, с этими ключевыми словосочетаниями до тех пор, пока ваше видео не встанет куда-то вот вверх. Это, конечно, еще зависит от того, насколько много информации именно по данной теме. Если не так очень много информации, то ваше видео вперед встанет вверх. Но если много уже таких подобных видео есть в YouTube, то, конечно, там надо уже очень долго вот этой оптимизацией баловаться, чтобы оно вышло вверх. Я вот недавно с Мегафоруба видео пыталась оптимизировать, но я его, честно говоря, так и не смогла. У меня так и где-то внизу там болтается и не могла это делать. Вот, например, допустим, я еще покажу как пример. Что-то я делала недавно. А, стартовую программу. Стартовая программа. Ага. Так, красиво написала. Стартовая программа. Для новых партнеров. Просто стартовая программа. И она мне, когда я ее только выпустил, она у меня стояла на первом или на втором месте. То есть она стояла вверху. А сейчас она у меня идет вот раз, два, три. Она у меня немножко спустилась на четвертое место. И посмотрите, это не зависит особо от количества просмотров. Если вот так посмотреть, там команда «Взлет» 14 тысяч просмотров год назад, «Арифлейн» 230 тысяч просмотров. То есть, понимаете, вот на взлет она почему-то стоит выше, чем компания «Арифлейн». Хотя, вроде бы, тоже год назад оба видео вышли. И здесь 230 тысяч просмотров. Ну, вот, видимо, компания нехорошо видео оптимизировала, что оно внизу стоит. Допустим, вот дальше стартовая программа. 52 просмотра. Так, у меня 24 просмотра месяц назад. А дальше стартовая программа. Смотрите, 7 и 7 тысяч просмотров полгода назад. То есть, ну, вообще, столько много просмотров, но она стоит почему-то ниже по рейтингу, вот чем моя, чем, допустим, компания «Взлет». Так, еще что-то хотела показать. А, давайте в Google еще проверим. Где у нас вообще вот это интересно, покажет Google или нет? наше видео. Так. Да, ну, тут, конечно, сложнее. Чтобы вышло, это надо, не знаю, хорошо постараться. Видите, наше видео здесь не выходит. Так, вот здесь тоже посмотреть. Вот оно вышло. Ну, тоже не на первых строчках, но хотя бы на первой странице. Видите? Что-то видео. Вот оно вышло. Ну, я думаю, что оно так даже покрасочнее выглядит, чем остальные. Поэтому буду надеяться, что посмотрят именно его. Так, дальше. Мы его оптимизировали, оно у нас вышло в топ. Ну, будем считать, что вышло. Еще надо с названием, конечно, поиграть. Что делаем дальше? А здесь еще вот такая есть штучка. Так, аудио. Ну, можно улучшить видео. Посмотрите, если вы записываете себя, допустим, не слайды, а себя, то можно улучшить видео здесь использовать, да, эту вкладочку. А еще вот я рекомендую конечные заставки и аннотации. Обратить внимание вот на это. Кстати говоря, про улучшить видео мне надо его немножко обрезать, потому что я записывала с экрана. Так, что мы сделаем здесь? Добавляем элемент. Я в первую очередь добавляю подписку, чтобы в конце видео, когда уже оно заканчивается, человеку выскакивала ссылка о нашем канале. Ну, можно эту вот штучку двигать хоть куда. Давайте поставим ее в серединку. Так, что еще можно добавить? Можно сюда добавить какие-то другие рекомендуемые видео либо плейлисты. Нажимаем на «Создать». Я обычно делаю выбранное видео, то есть не самое подходящее, не самое новое. Так, что, допустим, дать людям? Так, «Мегафорум», «Система Парус». Давайте запуску систему «Парус» дадим людям. Так, вот сюда вниз сделаем. Давайте еще какое-нибудь видео сюда. Так, выбранное. Чувствую, дать. Выгодно. Почему выгодно сотрудничать? Ладно, давайте вот это ставим. Ну, можно идею бизнеса оставлять, может быть, что-то какое-то коротенькое ваше видео. Ну, сделаем так. Сохранить. Готово. Каким образом это будет выглядеть? То есть у нас вот. То есть вот видео так идет. Так, ну давай начинать. Сейчас посмотрим, как. Вот, таким образом это выглядит. Так, посмотрите, здесь внизу такие есть три шкалы, то есть мы можем по времени подвигать. То есть, допустим, это начнется попозднее немножко, показ. Это начнется вот здесь. Вот это начнется вот так вот. Ну, в принципе, это не суть важно. Я думаю, пусть они все одновременно начинаются. Человек будет пугаться, что-то там все время у него выскакивает. Так, двигается. Так, все у нас сохранилось. Так, по сути дела, здесь все. Тут есть еще подсказки, субтитры, но я не знаю, там можно пока туда не ходить. Я думаю, что вот этого вполне достаточно для того, чтобы канал работал как надо, и наше видео работало как надо. Еще вот у меня как-то так, такое соревнование какое-то само в голове устроилось. Я начала искать себя. Вообще, где-то думаем обо мне там где-то в Ютубе, кто-то что-нибудь слышал или нет. И получается, что вот здесь вот такая Татьяна Косаткина есть, литература вед. То есть, все-все было ее видео. Здесь, в общем, везде только ее видео были. А сейчас, смотрите, я когда начала заниматься немножко Ютуб-каналом своим, мои видео тоже стали выходить вот прям даже. Вот откуда оно здесь взялось, я вообще понятия не имею. Но это мое видео Татьяна Косаткина. Я вот давно-давно уже, это 8 месяцев назад. То есть, смотрите, оно уже на третьей строчке находится. Так, и дальше, если так полистать, то, в принципе, пока уже ничего нет. Но когда я часто снимаю видео, допустим, так же каждые 3 дня, то они начинают выходить вот именно в первых строчках уже про Татьяну Косаткину. А так раньше было такое, где-то мои видео начинают... Вот идея бизнеса тоже, в принципе, еще близко уже. Вот, это мой старый канал. То есть, здесь вот той Татьяны Косаткины еще очень много. То есть, мне по сути дела еще есть над чем работать. А раньше мои видео, они выходили вообще где-то, начинались, наверное, с 8-й страницы только. Какие-то начинались показываться. А сейчас, смотрите, уже на первой странице кое-что можно ее увидеть. Я желаю всем, чтобы выходили ваши именно имена и ваши видео на первую страницу. Так, давайте я пока с экрана закончу. Так, как это? Куда нажать? Завершить. Пока рассказывала. Так, есть ли какие-нибудь вопросы? Может быть, что-то было непонятно? Что-то, может быть, еще что-то показать, напомнить? Так, туда, ага, точно. Но мне экран было не видно, поэтому ваши подсказки я не видела. Точно телеграф пишется вот так вот, не могла вспомнить. На этом тогда я вебинар заканчиваю, если вопросов нет. Запись сделала. Откорректирую ее немножко и выложу. Ну или на сто раз, не надо. Просто один раз попробуешь, и тогда все получится. Ну, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok